Ты начал запись? Я начал запись. А чё ты не поздоровался? Ты же такой интересный. Привет. Привет нашим зрителям. Мы решили опять немножко поиграть в Вормакс. Тут я как раз попал удачно, много больших и все врезаются, можно покушать. Просто подфартил. Упс, на стопшечку я нажал, чтоб не врезаться. Чё-то я как-то с реакцией меня пока ещё не проснулся, что ли. Ты всё говоришь тише и тише, прям какой-то кошмар. Так, я тут хорошо подкрепился, надо вот это колесо, он какой-то слишком активный. Ах, я так неудачен немножко, между двух змеей лучше не ездить, это до хорошего не приведёт. Хотя у меня есть ешечка, я могу если что нажать её, видимость. Вот я удачно тут покушаю. Опа! Удачно вывернул, вот это опасно, невидимое, может невидимое, но он кучится и врезается. Поэтому лучше держаться от таких подальше. Ну, в общем, я тут не плохо покормился, но это коричневый такой вкусный, толстенький, надо его, пожалуй, найти, посмотреть, где он там, что он там делает, как-нибудь его скушать. Сразу много. О, бинокль. Бинокль неудобней. О, ещё один какой-то тут. Ах, я ошибся. Хе-хе-хе. Смех за кадром. Ладно, попробуй ещё раз. Так, что-то попал куда-то, вообще ни одной измени нету. А вот здесь есть чуть-чуть. Смотри, я немножко первоначальную массу накушаю. Ну, тут какой-то дерзкий справа был. Что-то у меня запульсовать хотел? Ну, чувак, не на него попал. Я же не бот. Кстати, для особо тупых, вначале говорится, типа... Подрежем и... Упс, нет, мы его не подрезали. Обрати внимание, там вначале, когда вот эта игра идёт, там написано, что, типа... Не вырезайте головой других червей, а так прям непонятно, да. О, у меня какие-то задания появились, представляешь? А вот там, где Еврокис ТВ у меня, это... Ну что, там, посмотри. В правом верхнем углу. Опа, кто-то у нас что-то уронил. Ну, кто-кто, Еврокис ТВ у нас что-то уронил. Достичь максимальной длины. Какой? 2000. Награда какой-то... Короче, что-то я получаю 15М каких-то пауков. Выйду, посмотри тоже, что у меня там. 5 убить червей пятерых награда, 5 этих конфеток. А, чтобы быстрее конфеты люди набирали. Вот. Награда 15 минут... А, я поняла, 15 минут магниты. Но вот один бустер мне, кстати, так и не понесет. Сейчас я посмотрю, у меня умилия посмотрят. Да, какие-то дания есть. Да, 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 да. Это что-то новое, этого ранее не было. Так, максимум 2000. Вот что это такое интересное за... Это нажать? Не знаю, 15 минут тебе что-то дастся. Собрать бустер награда 15М. Ну, это магнитик, это бустер магнитика. В первом десятке лучше набрады 5 конфеточек. Ну ладно. А вот первое что за непонятное золотое штука? Посмотрим, что нам тут дадут, за что. Сейчас поиграем немножко. Вот, немножко мне получилось. Как-то сегодня у меня вообще не идет, честно говоря. Да ладно, я к тебе сейчас подключусь. Удача к тебе придет, да. Да, ты подключаешься, а потом мне что-то обидночь хочет. Я просто домазываю носик, я тут немножко заболела. Вот, мажусь какой-то египетской травяной настойкой, чтоб типа все дышало, было хорошо. Вроде бы по запаху спирта там нет, но, кстати, штука классная. Вот, так что если вас вдруг занесет в египеттурцию, обязательно покупайте травяные лекарства, потому что эти существа... Поэтому мне даже не страшно, в основном, я пытаюсь сейчас окружить. Окружу, вот, в принципе, не страшно. Ершечка уже есть. Так, ура, я к тебе присоединяюсь. Я немножко понервирую сначала, чтобы кто-нибудь еще подъехал. О, кстати, в этот клан играет Fire of Fire. Да, пятерки. Да-да-да, мы наконец-то разобрались, что это за скобки пятерка. Это чисто клан людей, которые... Интерес у них один, играть в эту зубь. Ну, вон, поеду скушаю, а тут это... Собирать как можно больше очков. Больно в конце нет. Осторожней, тут коричневый, толстый, он что-то какой-то это... Так что, если, ребят, вдруг вам скучно играть одним, и вы убийственно хотите играть с кем-то, а не с кем вам играть, обязательно... Ну, нам тоже ссылку оставить. А я оставила под видео, чтобы люди тоже к нам присоединялись. Ну, извини, заводить группу специально ВКонтакте я не хочу. Вот, кстати, я сейчас это, не еду, вижу однёвку, это тоже какой-то клан. Короче, я вчера в эту тему укунулась. Оказывается, ВКонтакте очень много кланов, то есть люди собирают друг дружки, вот. Они даже объявляют друг другу войны, участвуют друг против друга. Как определяет себя, видите ли, что-то не совсем понятно. Ну, не знаю, кто, видимо, больше очков наберёт, да, кто больше в топе окажется. Кстати, будет время обратить внимание в правый верхний угол, в районе двух часов, трёх часов, там много таких прямо пятнышек, чувствую, там много толстых червей, они там всеми же с собой борются, наверное. Ой, ты посмотри, кто на пятом месте, Жириновский! Да, я что-то, это, в последние дни как-то скучновато стала. Там Вольфович играет, там он с его зрением, говорят, там, в 8 есть компьютера. Это его фанат какой-то. Другое дело, что если фанат, наверное, такой же Крикун жуткий, как и он сам. Да, он артист. Да, а то Галкин сдулся, а вот как раз на его место пришёл Жириновский. Вот, Кисун там что-то у нас... Ладно, с этим неинтересно, он что-то по кругу ездит, этот чувак ездит. Кисун что-то творит у нас, походу. Кисун что-то с какими-то пакетами играет у нас. О, этот, один из клана пятёрочек выбыл из игры, да, остался только один, Джин Грей. Вот я даже смотрела рейтинг их игроков, я не помню, правда, Джин Грей на каком месте. Но меня, короче, порадовало, в скобках, что они собирают деньги, представляешь, у них якобы есть свой банк, свой сайт, они открыли группу ВКонтакте, и там, типа, те, кто играет вместе с ними и все другие, могут пожертвования сделать. Типа на хостинг, на поддержку своего сайта, на зарплату руководителя этой группы, на покупку премиум аккаунтов, то есть там с какими-то бустерами, без рекламы, чтобы сразу были. Вот, и потом какие-то розыгрыши проводят, кто в рейтинге. Короче, ребята реально устроились, я не видела таких кланов настолько продвинутых. Я пытаюсь больших тут догнать, но с моей массой, наверное, пока я рановато этим занялся. Короче, прикалываю. Пока у меня ничего не получается, они же только чьи-то длинные, толстые тела. Как-то головы добраться не могут. Короче, уважаемые геймеры, на вас хотят зарабатывать все. Все хотят зарабатывать на вас. Ну давай, 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 побоюсь. Кстати, вполне реально, потому что обычно вот эта команда пятерочек, они играют очень долго. Вот, то есть там что-то они выкладывают даже на YouTube-ролики, там по пять часов стримят, еще чего-то. То есть, ну не знаю, это, конечно, сумасшедшее полностью в игре сидеть пять-восемь часов. Мне кажется, она так надоедает. Здесь, конечно, не хватает какой-то паузы или какого-то сейва, чтобы можно с этой длины было потом начать, например. Ну, с другой стороны, это будет неинтересно, так все будут нажимать. А, перед тем, как тебя убили, да, быстренько нажал, сохранился, и нет, да, согласен. Да-да-да. Ну, правда, конечно, согласна, в туалет не сбегаешь. Ой-ё-ё, я заезжаю к кому-то в круг, я уже заехала. Я могу подъехать и разобраться. А мы с тобой где-то рядом, а ты, по-моему, кстати, ты вон, я снаружи езжу, сейчас я его напугаю. О, меня это Джен Грейд взял. Сейчас я ему отомщу. Джен Грейд, привет. Сейчас я его... Я его сейчас сверху... Давай сверху подожмем, вот здесь, да-да-да-давай. Ах, он гад, уехал вниз. Ты забываешь, что он радиационный, а я с радиацией не особо дрожу. А у тебя ешечки нету, что ли? Есть, ешечки. Ну, уходи тогда, пофиг. Сейчас он тебя зажмет, значит, надо тебе. Жалко, что у тебя длины не подходит. У меня длина маленькая, к сожалению. А то бы ты окружил его, пока я... Ой, я случайно. Ты, да, я вижу ты. Я случайно. Я съесть не могу, потому что у меня нет ешечки. Ничего страшного. Ну, я случайно. Ай! Ты чуть меня не подрезал. Ладно, Лена, надо ехать в центр, мы с такой длиной и толщиной ничего не сможем с таким большим делать. Я за тобой ехала. Поеду я в центр. Я уже догнаю подрезать, но, к сожалению, они едут. Вот вы что за... Даже меня не замечают на таком мелезгу. А меня зато заметили. Ну, да. Что за мужской максимализм? Сразу хотят хапнуть в кого-нибудь побольше. Хотя бы в десяточку зайти, и тогда уже с моей длиной можно будет кого-то серьезно поджимать. Слушай, не зря говорят, что мужчины подбирают катера, машины. Если у них кое-что маленькое, они берут это кое-что побольше. Вот, видимо, тот же самый принцип. Хотите вы все время хапнуть кого-нибудь большого? Скушать? Нет. Если вы сами маленькие. Если вы сами маленькие. Ну, ты убьешь и поднимешь там на сто каких-нибудь там единичек. Все зависит от того, кого ты убил маленьких. Вот, кстати, за ботов, если ты подрезал ботов, я заметила, за них очков дают меньше, чем за живых. Не знаю. Я как-то росла быстрее, когда нормальных сжала. А когда ботиков как-то так поднималось не спеша. Ну, потому что там, насколько я помню, по энциклопедии дается... Опа, вкусненько подрезал. Я по всем буду, я сейчас его доем, и нужно будет уже это каким-то поездить. Короче, дается 50% очков твоего соперника. Да, но там есть бустер, помнишь, купить за конфетки, что там тебе дается, по-моему, 200% от съеденного, 400, самый дорогой бустер. Ты путаешь, это длина первоначальная. Нет, нет, там есть и бустер такой. Сколько ты съел? Традиционные кушаешь, от обычных нету. От обычных тоже есть такое. Нету, не было такого раньше. Да есть. Ну, зайдешь, посмотришь. Ну, короче, смысл в том, что боты в основном идят обычные вот эти катышки, от них до очков меньше идет, чем от поедания других червей. А вот длину можно на этих катышках набрать замечательно. И получается, ты подрезаешь длинного бота, а 50% от его массы получаешь, а он бывает по очкам уступает живым. Поэтому ты как раз набираешь очков меньше. Ну че, я уже так у большого размерчика. Я их че-то вообще никого не вижу, никого нет. Че-то не поняла. У тебя змеи есть? У меня, да. Я, наверное, в твою сторону буду двигаться. Да, ты ближе к центру держись, ты на крайне, крайне там только большие тусы. Ну, извини, я родилась там, где был. Сейчас вот коричневый бот скушаем. Нет, ну хватило ему развернуться. Сейчас мы его тогда чуть-чуть подожмем. Подзакольцуем. Так. Сейчас. И вот здесь ему не развернуться. Ну, вот скушаем. Так, ну вот я уже на 23-м. А, вход в топ, кстати, сегодня приличный. 15 тысяч надо набрать, чтобы в десятку войти. Ну, я поняла, что я в топе... Бывало времени 8 тысяч хватало и 7. Я в топе не буду сегодня. Прямо много надо понабрать. Я смотрю, ем-ем, а вовсе не в топе. Даже как-то странно. Эх, а Жириновский-то растет. Он и так немалых размеров, а тут еще растет. О, Федяка. Федяка какая-то, надо попробовать его напугать. Но что-то как-то он не боится меня. Поближе, что ли, ему поджать немножко. Ну, он и едет на край, но на крайне шансов его победить мало, потому что там никто не может помешать. Лучше гнать в центр большие. Тогда они там врежутся каких-то мелких. Не смогут объехать. Ура! А вот с двух сторон можем зажать сейчас Федяку. Давай-давай-давай. А что ж тут уехал пятерочка? Мог бы поддержать. Ну, у меня масса маловато. Я радиации съела, но у меня магнитик. Ай, ё-моё! О, он сейчас центр погони. Я врезалась в Матвея. О, у меня опять реклама этих War Thunder. Это, кстати, не танчики. Это какие-то другие боевые действия. Самолётики, танчики, пароходики. Видимо, конкуренцию хотят сделать, да? Ладно, поеду я вниз. Он тупо едет по прямой, и я его никогда не догоню. Сейчас сделаю петлю, может, он в неё заглянет. Опять ты на окраине? Ладно, придётся выезжать. Всё, у нас же нет ускорения. Ладно, поехали, я в центр. Ну, давай, сейчас невидимичная кончится, и он вырежется. Нет? Нет. Ну, тогда пофиг, поехали отсюда. Надо в топ пойти, мне набрать ещё... Ух ты, 9000 всё набрать надо. 9. Ладно, в центре, наверное, побыстрее наберем. Мне 18, подумаешь, фигня какая. А вот какой-то коричневый. Кстати, а повысилась эта ставка. О, что он там? Куда это он? Он туда поехал, на край, на край, и где-нибудь погибло. Там шансы догнать кого-то сложновато. Маловато шансов. Вот здесь вот можно скушать. Какой-то странный чувак ехал, ехал и тупо врезался в большого змея. Объехать не мог, что ли. Или заснул. Какой-то странный был манёвр, честно говоря. Так, вот, зрение. Сейчас с ним лучше. Или съездить там, где вот много ботов. Ой, много больших. Кстати, вариант хороший мочить больших, это когда их несколько. И когда там три или четыре, больше вероятность, что ошибется кто-то из игроков и врежется. Слушай, я честно скажу, ты так скучно болтаешь. Как в кого врезаться, как в кого врезаться. Суть игры в том, чтобы кого-то подрезать. Либо ты подрежешь, либо тебя подрежут. Невидимость. Ладно. И тактику каждый подбирает сам по себе. Пойду посмотрю, на час дня кто там нас тусуется. На час дня. Давайте, ребят, все представляем часы. Учим математику. О, я вот до сих пор меня заучила. Подъезжаю к пятнышкам на карте. Посмотрим кто там. Слушай, их чунят у ботов. Видимо... Боты в центре, наверное. Одни живые игроки. Вон серый. Поэтому в змеи вообще идет. Кошмар какой-то. А, вон там кто-то есть. И еще радиационные. Вообще замечательно. Тут тут есть. Серый пытается, видимо, синего приезжать. Может мы тоже как-то поучаствуем в этом деле. Я очень далеко. Я очень маленькая. Я пока догнать не могу. Сейчас будет край карты. Слушай, войди в топ вначале, а потом колеси с большими. Батя, да, и Фридом. Фридом, кстати, был в топе, я как-то помню. Фридом? А, по-моему, сейчас Фридом попадется. А, он невидимость применил, да? Ну... Сейчас мы Фридом и зажмем. Фридом сейчас кончится невидимость, и мы его зажмем. Слушай, Фридом из команды вот это в пятерочке. А, вон, он стопешечку применил. Из пятерочки это в команды. Причем он занимает в рейтинге какой-то хороший мета. О, Мамонтов появился. Играет так же хорошо, как Мамонтов. Сейчас мы его подрежем. Он, кстати, Мамонтов. А, я не вижу Мамонтова. А, он еще не кто-то. Ах, они невидимость применили и смотались. Ура, кстати, этот, я выполнила задание. Мне сейчас вот, я погибла, я захожу в эти задания дальше, и мне надо забрать свои призы. А вот синенького можно зажать, кстати. Он поехал как раз. Опа, Мамонтов. Привет. А, я врезал с Мамонтова. Зайди в задание, забери призы. Да, они автоматически не будут. А, ей забрать, точно. Обнули счетчик и появится снова. А, смотри, тут. Ага, видишь какая-то. А я так плохо сыграл. Ой, мы на другой карте. Надо было нажать ешечку, у меня было. На другой карте, кстати, веселая карта. Ооо, гей на первом месте, конечно. Гей? Ну ладно тебе, они хорошие. Ой, я уже все врезался. Уже? Я как-то сегодня не в форме. Не пойму в чем дело. Ну тогда я не буду врезаться. Врезайся окончательно. Ты о чем? Ну, я хотела врезаться, чтобы попасть на ту карту, где играть более интересную для тебя. Если мы плохо сегодня играем, то нам там делать нечего. Мне топ здесь больше нравится. Нам немножко сегодня на это. Смотри, Маша, я иду. Какая прелесть. Маша, я иду. Да, кому-то сообщаю. Да, мы на втором месте. Потом я лох. Ты лох? Ага. Он сам себя лохом считает. Я мягко. Ну как так можно назвать себя, а? Ну я вот не понимаю, лох. Я лох. Он, кстати, как в топ еще пробился. Ну не знаю, что это мило. А может специально все думают, что он играть не умеет? Вот как я сейчас, например, играть не умею. Врезался. И не будут думать, что он что-то крутой какой-то. Попробуют подрезать. Меня какой-то гад хочет подрезать. На резга. Ой, а я так сегодня играю, что мне прям стыдно. Стыдно прямо перед собой. Слушай, но ты еще не в форме. Что-то я как-то сегодня не разыгрался. Бывает. Реакция у меня сегодня никуда не годится. Всяко бывает. Ну я бы надеюсь, сейчас немножко проснусь и будет нормально. У нас там кот что-то хулиганит на кухне. Но кот тоже играет в змейку. Только вместо змейки он использует пакетик. Так, что-то как-то плохо совсем. Ай, черт. Все-таки он меня подрезал. Меня какой-то молокососик хотел подрезать, подрезать, подрезать и подрезал. Ой, мужик кольцует. О, кстати, тут тоже из команды Мамонтова на десятом месте вышло. Угу. Из этого. Опа. Это я тебе не отдам, это мое. Я чувака подрезал. Опа. Вот этого. Нет, не получилось. Е-мазел. Меня Максим подрезал. Что, вот этого попробовать, догнать? Что-то вроде не против. Ютубер какой-то у него ник. Не против вроде. Где ютубер? А, он не в топе? Ну да, пока нет. Ну куда он поедет? Тут же бот. Ага. Объехал снизу. Попробуем встретить его. Нет, он куда-то развернулся и ушел в другое место. Надо взять, пожалуй, зрение. С ним будет полегче, пожалуйста. Ну что, ютубер, попробуем тебя закольцевать? Нет, ты испугался, да? Испугался. Если мы тебя вот здесь попробуем, то тут нет. А куда ты вот сейчас поедешь? Вверх? Ну ладно. Ладно. Хм-хм. Чувак такой интересный. Хотел подрезать ботов, в итоге ботов не подрезал. Сам себя подрезал об ботов. Ну бывает, бывает. Я тоже так не знаю. Угу. Я точно тут подъехал. Ах! Чет! Теперь я, как этот чувак, сыграла так же по-дурацки. Так, надо подобрать вот здесь какой-нибудь длинный. Надо здесь подобрать вот так вот. Ну что, надо его это попробовать нагнать. Он не против побороться. О, он пытается закольцевать какую-то мюзгу. Зачем? Ну, потому что мюзга есть мюзга. Он не хочет скольцать больших. О, здесь какой-то красный, наверное, возник. Сейчас зажмем красного. И скольчим. А куда это ты поехал? Куда-то туда поехал. Ну ладно, я с тобой не поеду. Лучше попробую вот этого красного с оранжевым. Оранжевый какой-то тормозной. Чего он еле едет? Куда это он собрался? А, нет. Я все-таки проснулся. Ну, как ты видишь, это не бот. Ну да. Вон надо взять этот, не теряй мне массы. Так, ладно. Я был в центрах. Там побольше шансов, что большое шибется и вешется скопление змеек. Да, да, да. Ты сегодня работаешь шпадальщиком, да? Нет. Подрезать тебе лень? Хочешь, чтобы они... Ну, у меня после диакции не очень. Поэтому... Как-то я сегодня не в форме. Ой. Это ты не в форме, это я болею. Я даже сегодня на больничную ушла специально. Специально, чтобы подвигать змейку? Ну да. Прям так врачу и сказала, что хочу продолжение отдыха. Вот этот вариант, когда ошибает человек, когда много всяких змеек мелких. А маневленность плохая, он толстый и вот, пожалуйста, вот вам был пример того, как умирают. Кстати, ребят, если вы... Ой, вот так тоже бывает умирают, как я сейчас умираю. Так смешно смотреть со стороны. Я за тебя отомчу. Ну, потому что я говорю плохие вещи, учу ребят плохому. Да, не надо плохим, плохому учить. Не надо. Ну, потому что от компьютера реально температуру градусов Кстати, а проще проще от компьютера просто поднести градус от компьютера. Он же обычный тело. Ну, я не буду говорить. Еще можно градусник под одеяло засунуть. Зачем? Это в том случае, если градусник ртутный. А если современный градусник, электронный... О, какой в США вкусненький. Опа! Жалко, не получилось. Как я это умудрилась опять? Что опять снова? Ошиблась. А вот это с Куштиду. Ой, тут какой-то олень подъехал. О, я подрезала, мне 40 лет. Тебе 40 лет? Ну, у них очень много. А, ему 40 лет. Это много или мало? Не знаю. Он считается как. Или все должны выступить дорогой себе? Третье место рядом со мной. Я врезался. Эй, третье место меня подрезал, Игорь. А я как дурак врезался. Как я не поняла так? По всем законам должен быть... Кстати, если у тебя вдруг, когда ты врезаешься на заданиях, появился восклицательный знак, то это значит, у тебя там есть приз, который ты можешь забрать. Ну вот, если ты погибнешь... Ну ладно, посмотрю потом. О, я уже погиб. А, есть, да. Это значит, там есть какой-то приз, надо забрать. О, забрал максимально 5 тысяч. Маграда получена. У меня 10 червей забрал. И у тебя он увеличится. Давай бустеры забрал. А что увеличивается? Конфетки? Сейчас посмотрим, сколько у меня стоит. Увеличилось количество, сколько тебе надо сделать. Надо запомнить. Я 795 конфет. Это такой перебивальщик. У меня вот 20 червей. Собрать теперь дополнительно больше бустеров. Длина максимально больше. Это что-то новое. Длинное продумание. Да. Кстати, прикольно. Мы видим, что быстрее конфетки набирались. А зачем нам это? Они, по-моему, давали только за то, что ты там за длину какую-то большую. Ну, зачем? Если бустеры можно дополнительно... Ну, Грузия. Попробуем Грузию подрезать. Эх, чуть-чуть мне не хватило этого диаметра. У любых разработчиков им надо, чтобы вкладывали деньги в игру. Это их денюжки же. Я думаю, они на рекламу отбивают какие-то денюжки-то. Да фиг его знает. Хотя, не знаю. Мне кажется, никто не кликает. А причина в том, что одна и та же реклама сегодня хоть бы разные показывали. А почему ты кликал? Ну, я кликал специально. Думал, может быть, все-таки они отстанут и не будут мне больше показывать, если я 20 раз кликну. Ну, что-то эти танки не подействовало. Да. Они, видимо, не анализируют, что у них клик. Ой, я немножко опять. Ну, нет. Ну, сегодня вообще не как я. Ну, чего? Нет, Саш, сижу. У меня просто очень много... Опять как-то было. У меня сейчас мой червь пошел сквозь другого червя. Это, кстати, записано на видео? Сейчас посмотрим потом. Ну, какой-то блюк явный. Я закрутил одного чувака. Кстати, мы на новой карте. Нет, ну, у тебя такое было, что сквозь прямо тебя проехал другой червя и обжим? У меня постоянно какие-то глюки, да. Это какой-то чит, что ли? Я не понимаю. Может, какая-то кнопочка специально надо нажать? Нет, кстати, такой чит есть, да. Как это все? Ну, я же ничего не нажимал. Значит, это он нажал, что ли? Мне вообще непонятно. Нет, просто есть, когда люди вводят какой-то чит, и их нельзя подрезать сразу. Такое... Ай-яй-яй, как я плохо сыграл. Ой, как я плохо сыграл. По крайней мере, я где-то видела такую инфу. Ну, я один раз такого видела, чувачка. О, какой корова вкусная. О, сейчас мы ее подрезаем. Какая-то неповоротливая. Такой не грех подрезать. А я подрезала батю, представляешь? Ну, это так это. Это не настоящий батя. Ну, все равно. Настоящий батю ты бы не подрезала, и то он бы тебя подрезал. Да, согласна с тобой. Батя – это настоящий мужик. Конечно. Какая-то там змея женского пола точно не подрезала. Ну, что, тут какое-то кольцо, но у меня на длины не хватит третьим стать. Слушай, сам... Как говорится, третьим будешь, вот я, наверное, не буду, потому что у меня длины не хватает. Самый популярный ник в этой игре – это Таргет. Я уже вторую змею с этим ником. А тут еще часто Ивангай, Ник, видимо, информация. Нет, кстати, Ивангай у него ник не такой. Ты что, чувак, ты пытался меня подрезать? Он как на Ютюбе на канале своем говорит, там, по-моему, Йо-йо, Вангай. Какой-то дурдом, короче. Он все время с какой-то девушкой. О, Марьяна. Подрезал. Марьяна – красивое имя. Так, ну что, попробуем закольцевать тебе еще разочек. А, все, испугалась, да? Испугалась. Блин, меня Старла подрезала. Странное имя, конечно. Я все-таки никак не могу приучиться эти кнопки нажимать. Ну все, тут уже… Не забывай заходить, забирать. Я вот награду уже забираю по максимальной длине. А, Армения. Как-то на Армению не похоже. Может быть, скоро смогу купить густую радиацию? Армянский олень, что ли? Осторожно! Чтоб тебя того зажимай ему! Эх, он тебя зажал! Я как-то, как-то, как-то я… Черт, а могли сейчас зажать ведь? Да, могли, но я как-то не поняла, где… А ты че-то непонятно что-то сделала. Чего ты сделала, я даже не понял. Ну бывает такое, я не поняла, где я родилась. Ладно, тут меня мешает бот. Можем сейчас попробовать догнать его. Ну давай, Армения, давай. Давай. А? Подрежь меня. Это вот, которую меню подрезала, да? Точнее, в которую я сама подрезала. Ладно, нафиг с ним ездить. Это только массу терять. Мне надо в топ выйти, а не за тобой. Ну да, либо подождать, пока я еще раз рожусь рядом. СТС ЛАВ какой-то в топе. Ой, Юг ПРСТ! Я второй раз в эту Армению прям в лоп-лоп резалась. Представляешь? Ну да. Она как неожиданно прилетела. Ты радиационный, да? Ну да. Я больше не буду брать, ребят. На автомате взял, как-то даже не заметил. Да нет, бери. Там теперь задание, если 10 бустеров берешь, то соответственно... А если за Дед Мороз, попробуй его запрессовать чуть-чуть. Я уже привыкла быть тормозом коммунизма. О, какой-то сверху... О, сколько едут! О, какое синенького я подрезал! Точнее, это у меня врезался. Нет, посмотри, это Армения, гадина! Удачная! Сажала всю еду у меня! Его замочил. Всю еду съела, а? Она, кстати, по-моему, в твою сторону движется. Не знаю, тут у меня много земли из Армении хватает. Ладно, даю вот эту троеду, пожалуйста. Ох, она сволочь, а! Давай, подсоединяйся ко мне, я гонюсь с Арменией. А где ты? А, ну давай подъеду сейчас. Вы куда едете? В центр, что ли? Да нет, куда-то вниз. Вниз едете. Ну, я уже не догоню. Уже вверх? Уже вверх, да. Она уже на тебя идет, на тебя. Сейчас я попробую. А то у меня что-то какая-то мышка больно живучая. Сейчас, сейчас встречу, встречу. Ага, вижу вас. Но это, может, не вы правда? А, я вот Серенку, подожди, закручу сначала. Да, я тоже передумала. Тут на еду я нарвалась. Убийца Деда Мороза. Серенький, ну что? А, вот Армения, он кого-то такой закрутил. Поеду-ка я попробую тоже там поучаствовать. Ой, сколько тут змей-то всяких разных. Сколько жратвы. А я осталась страннее от всего этого. Испугалась? Нет. Все, он, по-моему, в кого-то врезался. Я вот доедаю. Ну, хорошо. Ага. Ой, у нас на третьем месте дружок. Чей дружок-то? Ник у человека дружок. У меня сразу щеночка это напоминает. Что-то всякие там неприятные. Есть. Опа, ты не проедешь здесь, чувак. Ха-ха. Не пробуй даже. Ха-ха-ха. Берка закрылась. У меня как-то сегодня поможешь. Ой, зелененький, сам ко мне заехал. Да? Чувак, давай заезжай. Я буду рад тебя закольцовать. А вон Ивангай типа едет, фанат Ивангая что ли. Да, но у него ник не такой. Значит, это какой-то его фанат, поэтому дави по-черному. Да, он сам у меня врезался. Какой-то странный чувач. Фанатеть надо там от космонавтов, врачей. Ну что, зелененький. Ну это Россия, я не буду Россию подрезать. Пойду вот этот синего попробую. Он кого-то кольцует, а я его закольцую сейчас. Да, а то он нас скажет потом, что мы к пятому полонии относимся. Ну что, попробую сейчас его закольцевать. У меня, если что, ешечка есть. Как я сегодня плохо играю. Ой, там он врезался. Меня не подрежь только. Так, надо ешечку все это скушать, пока все это в доступности. Что-то как-то отвратительная игра. Видимо, все-таки не зря мне дали больничный. Хорошо, хоть не на голову. Ну, у меня вроде пошло. Да меня только не подрезай, пожалуйста. Я не буду я тебе подрезать. Я если поражаюсь над ним с тобой. Что поделаешь. Ай, ё-моё. Ну что, вот я сейчас закольцую всех, закольцуем. А меня съел Вова. Ну что съел? Ой, я Россию случайно закольцевал. Ну вот он у меня врезался. Чувак, я хотел уже уехать. Будем считать, что это Россия пятая колонна. Я же не хотел тебя мочить. Там оппозиционеры, журналисты, которые раскачивают водку. Раскачивают водку. Постоянно стабильности. Я хотел уехать. Сейчас вот доем тогда и все. Ну что, я много съел. О, я в топ вышел на третье место сразу после этого, как все съел. Ну крутяк. Да, скажу. О, тут топ-то сильнее. 20 тысяч кот. Да, он как ясно. Удачно. Слушай, сегодня какой-то день такой. Видимо, все после Нового года наконец-то отрезвели и решили, что в правильном мире ничего нет. Ну, кстати, уже Ивангай, вот другой большой уже. Вот этих Ивангайов прям как собак нерезанных. Слушайте, ребят, напишите кто-нибудь теоретически. А чего вы фанатеете, если есть такие люди? Да, я вообще, парочку я посмотрел на ютубе, но вообще не понял, что там очень интересно. Ивангай делает тупо деньги. Делает деньги на вас. Даже не интересно. Любые обзоры там вот этих автоблогеров, это гораздо интереснее посмотреть. И то, да, снимает не образовательное видео. Нет вообще никакой пользы в нем. Даже развлекательной нет. Чисто, чтобы деградировали ваши мозги, вы становились тупыми, которым продают. Потому что не столько рекламы во всех роликах. Далеко от поехал, мне надо возвращаться. Попробуй я тебе петлю сделать. Ну-ка ты заедешь мне в петлю? Заехал в петлю. Рядышком? У меня тут радиация. Ладно, не получилось мне закрыть петлю, потому что подъехали какие-то случайные. Не люзга? Ой, ты ко мне в кольцо едешь, Лен? Ты чё? Да, в кольцо. Не надо ко мне в кольцо заезжать. Ладно, не буду в кольцо. Ой, привет стопешка, нажимайте. Я не туда поехал. О, здесь еда. Так, у меня ни ешечки, ни стопешки нет. Надо сейчас подальше держаться немножко. Близко не подходить. Я бы тебе свои с удовольствием подарила. Ну чё, чувак, похоже ты есть не проходит. Упс. Сейчас надо вернуться, еда есть. Неужели чувак ко мне в петлю поедет? Ну чувак, ты какой-то рисковый. Какого-то странного. Если играть с ноутбука, там не видно, что петля не петля. Да. Ну сейчас я его тоже доем. Главное, чтобы снизу никого не было. Вот, а то ешечка ещё не остановилась и стопешечка тоже ещё не остановилась. Так, ну я сейчас второе место обойду, потому что у меня уже 48 тысяч. Чёрт побери. Опять врезалась. Ну что такое, а? Да. У меня так фартово пошло. Я понимаю, почему кисун злится там на кухне. Почему там? Потому что я же играю под его ником Еврика. Типа плохо играешь, да? И получается я не рекламирую, да. А кстати, ого, то хотел сказать, на второе место вышел уже. На третье кто-то меня обогнал. Дружок, надо этого дружка найти. У меня никакой дружок, он меня обгоняет. И что? Ну какой же дружок? У тебя всегда кто-то будет обгонять? Вот я вернулся на второе место. У нас отрывчик маленький. Ты не всегда можешь быть на первом месте. Так, я, пожалуй, в центр пойду. А вон, я люблю тебя, надо прижать. А нет, он не пошел туда. Слушай, мне надо это зрение. Я без внимания сейчас тут врежу из кого-нибудь. У меня просто ТП-шечки есть, если что. Все надо аккуратно. Кстати, если какие-то подписчики наши нас смотрят, ребята, я организовала игровой канал. Чисто. Чтобы, так сказать, оставлять чисто свои психологические советы дамские на одном канале, а игры на другом канале. А то, оказывается, девушкам иногда интересно про отношения слушать, а вот с мужиками своими поиграть во что-нибудь, они не понимают, зачем это надо делать. А мне кажется, это классно. Любые игры совместные, они укрепляют отношения. Ну, конечно. Да, потому что ты живешь интересами другого человека. Ну, не только игры и работа тоже. Ну, работа не для всех. Иногда можно так хорошо поссориться на рабочей почве. Ну, вот, Владислав, я что-то стопешку нажал. Мог бы и врезаться в меня. Попробуй еще один заходик-то сделать. Ай, чё? Ой, там еда справа лежит. Ой, тут уже подъехали. О, какая странная подъехала. Прям в кольцо к боту заехала. Ты что? Ну, давай, на ходу встретите кто-нибудь. Чёрт, ну почему мне встретился, а не я? О, давай, давай, ко мне, ко мне, ко мне. Ладно, сюда было опасно. Оп, а мы сейчас здесь зажмем тебя? Зажмем, зажмем. Эй, блин, не зажмем. Я не стал рисковать. Уж всё-таки уже на втором месте сижу. Опасно было. Так, ну чё, я кого-то закольцевал. Надо доесть, что ли. О, у меня новая реклама появилась. Какая? Не знаю, импортная, болтают по-английски. Ну ты же английский понимаешь. Ну да, по добро пожаловать в такс. Ай, меня зажали. Ещё бы я понимала, что это значит. Какую-то школу в Таиланде какую-то рекламируют. Надо было уезжать на край карты. Сейчас я посмотрю, может какие-то бонусы забрал. Да, 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 обязательно. Там бонус должен быть у тебя обязательно. Блин, только у меня почему-то игра сознательная. Ещё мне школу в Таиланде. Не успел я бонусы посмотреть. Я уже по возрасту как бы не подхожу. О, покушься. Эй, вы куда все рванули? Это моя айда. Ну теперь на новой карте. Тут какой-то новый клан G. Точка G? Не знаю, я с таким не сталкивалась ещё. О, сколько тут. Опс, я неудачный. Мне надо было вправо ходить, а я в лево пошёл. Реклама сотового телефона. Сегодня столько новых реклам. Да, видимо бюджет утвердили. Это бот, но что там какой-то... Представляешь, реклама Теледва. Теледва? Уголённая связь. Лучше бы они связь наладили и вышки, чем на телефон рекламировали. Да что такое? Франкенштейн. Что-то у меня не идёт вообще. Господи, сколько ошибок в одном слове, а? Может быть специально так сделано? Не прикола? Да. Вполне возможно. Да у меня сегодня не идёт. Ну позор просто. Такое я даже на YouTube выкладываю, я считаю. Ну потому что... Нет, выложим. Нет, не надо такое выкладывать. Потому что сегодня не боты, а живые игроки играют. Нет просто у меня сегодня. Реакции никакушные. Извини, но мы настоящие люди. А настоящие люди, прежде чем добиться первого места, они набивают себе шишки. Как я и говорю. Поэтому ничего страшного, здесь нет такого. Опыт есть, неудача. О, как бот удачно подрезал огромного змея. Это вообще, это что-то. Чувак, наверное, рвёт волосы на голове. А бот подрезал. А ты уверен, что большой змей это не бот? Нет, он кольцевал малюсенького бота. И при этом немножко как-то не рассчитал траекторию. Ну бывает такое. Иногда. Я обычно всегда хохочу над собой как-то. Вот я сейчас тоже врезалась в бота. Пыталась его кольцевать. Ну что поделаешь. Так, поеду в центр. Молодцы разработчики, хорошо ботов запрограммировали. Да он просто ехал без ускорения по твоей стандартной траектории. А тот чувак подставился как-то неудачно. А вот тоже странный бот. Смотрите, прям заехал ко мне в ловушку сам. Ты посмотри какой девятый. А он кстати ускорение применяет. Это какая-то новая версия бота. Слушай, ну я говорила тебе в прошлый раз. Логики не покорили. Отлично. Ладно уж тебе. Да ладно. Ооооо это было что-то. Я врезался. Нанса. Я что-то думаю прохожу, а мне не хватило немножко диаметра. Ну надо же, как лоханулся-то. О, вот этого подрежем? Эх нет, он увернулся. Ты кому говоришь подрежем? Я вообще-то даже не рядом с тобой. Ну я со зрителями разговариваю. Ага. Вот этого можно сказать. Да-да, зрители сказали. О, Ивангай, Ивангай. Э, зависла игра. Как же? Змеи начали двигаться сами по себе. Такое бывает у них иногда. Мне очень обидно, когда ты большой и резко погуваешь. О, ТВ рекламируют, Радуга ТВ. Радуга. Ага. Ух, тут вкусный какой. Сколько тут вкусных змей. Надо только кушать и кушать. Вот здесь нужно хладнокровие. Аккуратненько, никого не врезаться. Поедаю вот это все. Смеется тот, кто смеется последний. Даже если не успели, это не значит, что вы не скушаете. Он скорее всего врежется в другого, и вы потом откушаете. Не надо торопиться здесь. Ну вот как-то я мало еду съел. Черт, рядом со мной ездит змея такого же цвета, как я. Да, видимо специально. Чтобы я в ней врезалась. Да. Прямо специально-специально. Это, кстати, очень, ребята, опасно. О, ребят, смотри, вкусный странный чувак. Ехал, ехал, бац, решил на меня врезаться. Такой трудно. Потому что жук у нас любит погибать так. Странный был маневр. Когда кто-то одинакового цвета с ним. Ну, коричневый тип. О, опять команда пятерочек появилась. Упс, я туда пошел и не поеду. Они, видимо, на разных картах играют. Надо съесть эту штучку-то. Не, ну прям все действительно. Ботов мало игроков, мало игроков. Очень, да. А, и все прям интереснее. Вот я опять врезался. Ну, как сказать, смотря кому. Я вот, например, люблю спокойствие. Иногда мне не хватает ботов. Потому что на них можно отточить тактику подрезания. Нет. На ботах удобно первоначальную массу набирать. Нет. Тактику подрезания на них можно отточить. Тем более боты есть разные. Есть разная сложность. Вот ты видел сам, что ускоряющиеся есть. Сложность примерно всех одинаковая. Вот опять двадцать пять, да? Ну, ты сравни того бота, который уходит от столкновения, и розового бота, например. Розовый тоже уходит. Нет. Они разные тоже есть. Есть, которые просто по прямой ездят тупо. А есть, которые реально уходят. Хорошо, вот есть зелененькую, ее никто не ест. А у меня растет масса хоть немножко, но растет. Да, ребят, рекомендую вам. Если вы думаете, на что вам настраиваться конфетки, покупайте для поедания радиации. Точно не ошибетесь никогда. Всегда в выигрыше останетесь. О, да. Осторожненько. Опа! Плеер! Все готов. Неправильный ты маневр сделал. Я, кстати, тебя обогнала. Тебе не стыдно? Да, ты что? Да, что тебе девушка сделала. Ой, да, стыдно. Только вопрос, надолго ли, да? Да что такие все мелкие змеи? Нет бы такого бить толстенького большого. Слушай, я специализируюсь на мелких змеях. А это почему-то я мудрясь тебя маню. Возня мышиная идет. Ну и что? Это терпение. У тебя его не хватает, так что развивай. Как говорится, влюбишься и женишься, никуда не денешься. То же самое. Нарастишь массу. Даже на мелких. Медленно получается. Ой. Тише едешь, дальше будешь. Почему ты ту серенку бота сейчас надо скрутить? Тут какой-то чувак написал ник себе. Мама, я в топе. Но он в топе? Нет, он маленький. Он видимо надеет, что выйдет в топ все-таки. Да. Он намекает так, что он типа на ребенок, поэтому не надо его. А я сейчас подрезал чувака, а у него ник топ-1. Хотя он явно даже не в топ-10. Мечтать не вредно. Тоже какой-то оптимист. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Не, ну с таким уровнем игры я вам показал, то он вряд ли когда-нибудь будет топ-10. Ну что? Я когда-то показывала такой уровень игры, что я даже в топ-100 не была. А ничего, прошло. О, меня лосеном берет в кольцо. Подъехать, разобраться? Не надо, я даже больше, чем ты. Я уже такой толстенький, длинненький. Кого угодно могу напугать. Я тоже толстенькая, длинненькая. А я тебя уже обогнал. О, поэтому если надо подъехать. На три места. О-ля-ля. На все-таки больно. Ой, не туда поехали. О, магнитик. Человек-то глупо врезался в меня. С ником прости. Мне кажется, он как-то рановато себя так опозвал. Все сразу подъехали, не дают мне съесть еду. Ну, привыкай. Я вот привыкла, что если я умудруюсь подрезать больших, мне достается, дай бог, только попочка от него. А ты нажимай ешечку и едь через всех доедай. А если меня под подцом возьмут? Ну, тоже невидимая. Проехала и все, едь дальше спокойно. Еду я еще заполучу себе. Ну, она остановится. Пару минут пройдет и все восстановится. Факт. Там, кстати, есть такой тоже бонус, можно за конфетку купить. Короче, сокращает время вот этого восстановления. Ай, черт побери. Что случилось? Меня подрезал таргет. Таргет? Да, я сегодня их уже троих подрезала. Он мне решил утомстить. Затаем на тридцатом месте. Здесь надо аккуратненько тут. И забираю, зато бонус какой-то. Десять конфетчик сработало. Приятно. Вон, чуваки, сами ко мне в ловушечку едут. Вот, все готово. Моя и да. А самое прикольное тут станет, например, и у меня сейчас бонус будет, если я не собираю его. Увеличение длины на целый час. То есть они, мне кажется, это делают, чтобы ты игру еще не покидал долго-долго-долго. И дополнительно рекламодателям будут показывать, что у них там хорошее удержание аудитории или еще чего-то. О, смотри, из какого-то клана на первом месте тоже. G.G какая-то. G, я еще не знаю. Мне кажется, это женский клан. Ну, кстати, ты и зря смеешься. Женский клан есть. Я просто не помню, с какой буковкой, но я видела и группу ВКонтакте. Г. О, у меня тут рядом стойка радиации. Так что если ты здесь тусуешься... Да я не очень рядом не успею, она уже сгорит. Г. О, у меня еще больше радиации здесь. Г. 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 Вжух, тебя нету. Какой-то он никакой странный. Почти жук, только вжух тебя нет. Это он пытается напугать, что ли, кого-то. Такая мелизга, я понимаю, большой был бы. А он такой малюсенький. О, какой админ большой, надо его срочно. Срочно с ним. А куда ты едешь, админ? Тут у меня петля. Чувачок. Странный. Опа, админ, молодец, готов, чувачок. У меня мышечка сама заполнилась. И кушаем этого админа. Всё, скушали админчика. Ну что, я в топ вошёл? Нет, опять не вошёл? Что-то, ёлки-палки, а? Я скушал такого толстого админа и опять не в топе, а? Зато он на топе появился 2 плюс 2 равно 5. Да, у него какая-то своя математика, что ли? Ну да, есть такие. Ой, я, зря поехал сюда. Ой, фу-фу, слава богу. Получилось проскочить. Слушай, надо немножко мне это отдохнуть. О, кстати, у меня до десятки-то осталось тысяча. Нет, слушай, я сейчас очки возьму и быстренько доберу эту тысячу. Потому что он чего всего тысяча остался на сердце? О, папа! Ник папа. О, кстати, на седьмом месте Ивангай. Как он туда пробовал, что играть не умеет никогда. Ивангай, это как раз его ник на ютюбе. Либо это какой-то совсем уж сумасшедший фанат. Что, я тут проскочу? Вот, либо это он и есть. Ну, судя по тому, как часто он играет за две русские девчонки. Чувак, подъехал от меня. Чувак, ты чего, какой-то ты странный. Ну, какой. Сейчас я его закольцую, точнее, закольцовала, съем. И я думаю, буду уже в топе. Потому что он достаточно такой вкусненький. Всё, кушаю. Ну чё, хватит мне до топа? Нет, не хватит. Уже топ в 22 тысячи в ход. Топ 10 уже. Да, ты уже на 10. О, чувак ко мне и сам едет в петлю. Молодец, чувак. Ты понял, да, что ты в петлю приехал? Ты знаешь, куда едешь-то? Уже на 9, уже на 8. Ну ладно, пусть пошло. Ну да. И меня-то сегодня не найдёшь. Так, мне надо очки, иначе я сейчас кого-нибудь опять спиндюрюсь. Случайно, в мелкого. Так, надо очки. Они обычно вверху очки лежат. Вверху обычно всё лежит. Да, да, поеду, съеду, возьму. Слушай, я столько таргетов разноцветных вижу. Так, у меня есть топешечка. Ребят, если вы будете играть в эту игру, не называйте себя таргет. Потому что, ну, тут реально столько чуваков с этим ником. Ну, это может тоже какой-то клан? Нет? Ага, и всё время этот клан называет себя все таргетами. Ну, что за клан двойников? Ну, один за все кланы работают. Ну, что, где эти бинокли-то? Мне нужен бинокль, где я сюда ради него приехал? О, какой вкусный! О, кто такой? Ну-ка, надо его к нему побрить. Опа, классно! Я его удача появился, подрезал. Он зелененький, сейчас я его скушаю. Ребят, смотрите, как сразу у него настроение поднялось. Ура, ура, подрезал! Ура, в топе! Оу! Всё-таки мужики! Не матерись! Ой, простите. Ну, я вроде не матная ничего не сказала. Ну, ты... Так, ну я как ездил без очков, так и еду. О, какой-то ещё красненький сверху. Чувачелы, ты хочешь, чтобы я тебя подрезал? Давай-ка, подъезжай ко мне. Я тебя подрезу с удовольствием. У нас топточечка там уже есть уже. О, сам ко мне в петлю едет. Молодец, сейчас мы тебя немножко поддавим. Ах, ты тут завертук сделал, завертушку хитрый какой сделал. Ладно, пойду магнитик возьму. За мной едешь? Молодец! Человек хочет со мной погоняться. Сейчас посмотрим, у кого нервы крепче, у кого реакция лучше. Давай-давай, Катушойл! Куда ты, сыганул-то? Давай-давай-давай! Подъезжай, не боись! Вот ведь ботик не врезался, объехал его аккуратненько. Слушай, ещё один таргет, кошмар. Ладно, мне надо зрение взять, я же зрение могу проиграть. Так, где эти все бонусы зрения-то? Сейчас не нахожу. Куда они все провалились? Если это клан, то они все будут тусоваться рядом со мной. Ты про кого? Таргеты. Потому что я подрезала... А, ну то есть они должны появляться все рядышком? А, они... Они живут. Ну, конечно, да. Нет, просто жрут всё, что я подрезаю. И причём так хорошо жрут, сразу вырастают. Какой-то рост. А, он в топе. Попробую немножко его пугануть. А, он сучку взять. Испугался. Сейчас попробую его немножко. Оно там, кстати, справа ещё какой-то цветной, пятнистый. О, между этих двух поехать не поехать. Оп, хорошо ты! Оп, молодец, красавчик, не вписался. Чувак, а ешечка забыл? У тебя не было, что? Он мог ешечка спокойно проскочить. Знаешь, просто кое-кто не любит её нажимать. Ну да, может, запарил. А может, кончилось, может, и применял. Так, где-то тут пёстрый был очень вкусный. Смотри, справа. Чё-то не нахожу, куда он уже уехал? Красный, но это тонкий. Что-то и на карте-то не видно, но влево. Чё, влево ушёл что-то? Ну, поехали влево посмотрим. Эх, у меня зрение кончилось опять. Запасно. Человек не может без зрения, без очков. Ну, я не везу бинобль. Так-то я в очках. Я вот набираю... Ай, чёрт! Побери! Я врезалась белому медведя. Ох, какие он тут витушки делает. Белому медведя? Ага. Ну, и хорошо, потому что медведей убивать нехорошо. Я не понимаю, чё это за награда? Я её забираю, одну награду? Никак не помню. Так, посмотри, чё там написано-то. Чё там пишут-то? Ничего не пишут. Тут, когда наводишь мушкой, не говорится. Ну, сейчас зайду в энциклопедию, посмотрю. Правда, у меня в энциклопедии белый экран. Как белый экран? Куда она у тебя делась? Откуда я знаю, они так быстро. А, может, там белым буквами белым написано? А в энциклопедии нету про это. О, это Франкенштейн! Второе место. А, вот. Ну, давай, Франкенштейн! Давай-давай! А, это какой-то премиум! Премиум аккаунт. Премиум без рекламы. Да, не показывается реклама. Червяк растёт на 50% быстрее, червяк тратит на 50% меньше масса при ускорении. Вот, видишь, есть же это такая штучка. И бустерый дает 50% дольше. Всё, Франкенштейн. Мгновенный бустерый даёт на 50% больше эффекта. Ты, кстати, тоже взял уже его. О, ну вот, наконец-то, зрение взял. Он нам давался подарок за выполнение какого-то занятия. Давай, подъезжай, чувак. Ну что, я тебя сейчас прижму. А, вот эту штучку возьму. Так что мне якобы этот бонус будет на час. Чё, Франкенштейн, боишься, да? Боишься? Я лучше объеду. Объеду. А тут мало ли чем, в руках это не бот. Дёрнутся на ускорение. Мне подлежит. Я, кстати, родилась опять где-то рядом с тобой. Ага. Мне это не нравится, так как с тобой изменят. У тебя, кстати, на хвосте синенький висит. Ну, у тебя страшно. Сейчас я кольцо от него сделаю. Он тебя зажимает с другой стороны. А, нет, не зажимает. Ну, вот он куда-то, ты говоришь, есть. Никого здесь нету. Я уж ему петлю сделаю. Ой, тут ещё какой-то жёлтенький. Лен, нет никого. Чё ты тут не обманула? Он ушёл. Ушёл, да? Ой, ой, синенький висит. О, кого-то убили тут вкусно. Да, 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 я вижу. Я его ем. И ты его ешь? И я его тоже ем. Блин, я не в сторону появлялся. Бот есть ничего. И его жёлтенький, видимо, убил. Потому что жёлтенький его жрак. Он ехал внизу с ним. Ладно, поехали. Ботика. Он ещё не сдох, что ли? Ой, тут ещё и коричневый. Тут много народу, да? Чё я никого не вижу? Езжай ко мне. А, вот коричневый вижу. А, если это не ты? Нет, то у меня. А, вот ты. Осторожно, меня не врежься. Я маленькая. Я попробую закольцевать сейчас этого коричневого. Слева обойду его. О, красный чешет. Тут ещё жёлтый. Красный, и ты туда собрался. Там нет дороги. Тут ещё жёлтый. А мне помогают, они закольцевать его. Мы сейчас его со всех сторон уже кольцуем практически. Смотри, сам не закольцуйся. Нет, сам не закольцуйся. Как вы его кольцуете, если он уезжает? Да, он уехал вниз. Жёлтый рядом с тобой. Ну, точнее, это внизу слишком, а он где-то наверху, ближе к кому. Ой, тут Дедушка Мороз. Эх, зрение кончилось как-то неудачно. Можно влепятиться. У меня ешечка есть. Ты же тоже ешечку и не парюсь. Какие-то он странные за... Ура, я подрезала Деда Мороза. Деда Мороза, ну как так можно, а? Ну, прости, он был кровожадный. Тут такие ники снеговиков и Деда Мороза. Это какой-то Кирилл Флэш. Третье место. Так, ну ещё у нас сейчас карта кончится. Я тебя здесь не смогу, к сожалению, подрезать. Да, карта уже кончится. Кирилл Флэш. На крайне? Да. Плёдся возвращаться. Что-то какая. И надо где-то бинокль найти, потому что без бинокля. Я, пожалуй, в центр не хочу. А он там какой-то синенький. Синенького сейчас зажмём. Зажмём, зажмём синенького сейчас. Ах, не зажимается, гад, выскочил. Маруся. И Маруся там она. Ой, мне сразу песня вспоминается. Которая про нашу артеролийскую систему. К нам же не популярно. В армии нам так поесть. Слушай, либо я такая испорченная. Чё? Либо у меня фантазия такая бешеная. На седьмом месте ник во рту. Во рту? А чё у него во рту? Ну, у тебя с чем ассоциируется? Язык. А у меня с зубами и со стоматологом. Ну, ты же недавно стоматолога ходила. Ничего удивительного. Ну чё, просто самопробуй закрутить его вот с этой стороны сейчас по краю. Это ты кому говоришь? Да нет, это я так зрителям. Опа, походу у меня получается. А, нет, не получается. Вот коричневый. Коричневый нарисовался. Или это ты? Нет, это не ты. Я от тебя очень далеко. Так, ну ладно, тут я перспективно еду. Я всё там не была, где ты и остался. Это как-то не перспективно я поехал. Мне тут хорошо, я уже на этом месте. Ну как попробовать с этой стороны его пугануть. Можно было как право между коричневым и им проехать, но я не рискнул. Ну чё, получится у меня его закольцевать или он прижмёт меня? Ну если что, я стопешечку нажимаю и всё. Всё, я закольцевал. А, кстати, это Ивангай или там фанат Ивангая. В общем, этот дебил, который играть не умеет. Да нет, почему? Судя по всему... Нет, сколько я не играю, он меня играть не умеет. Слушай, ну мы всегда сталкивались с Ивангаями, которые назывались Ивангаями. А они явно были фанаты. Ах, он невидимо сделал. А это явно ник его ютюберский. Я посмотрела в тех играх, где он играл с какой-то девахой. Вот, он как раз играл под этим ником. Ну, 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 я его уже почти второй раз закольцевал. Он первый раз невидимо сделал. Чем человеку заниматься? Он не работает, снимает какие-то тупые видео, зарабатывая деньги на рекламу с ютюба, от спонсоров, плюс подписчиков. Нет, он выскочил, я не смогу. Понятное дело, что он только играет. Мне не хватило чуть-чуть длинные. К сожалению, он выскочил. Но все равно я его не буду отпускать, потому что невидимости-то нет. Второе уже. Пока она там установится, я, может, успею его... Он особо интеллектом не был, не это, не отличается. Ты про кого? Да, про Ивангая. Да не факт, может, наоборот, отличается. Обмануть меня не смогу. Потому что надо же снимать такие ролики дебильные, которые пользуются таким успехом. Нашел свою нишу. Нельзя недооценивать с твоей идеей, Жук. Ну, почти я его сейчас. Сейчас я его пугану. Ну, давай, давай. Многие скажут, что мы тоже идиоты. Играем в какие-то червячки. Опа. Так далее. Опа, давай, давай, давай. В меня влезайся. Опа. На. И чуть-чуть. Опа. Опа. Опугается. Ну, что, давай, давай. Подходи. Подходи, я тебя прижму. Вообще, мы с тобой нехорошие. Оскорбляем Ивангая. А у него все-таки, как-никак, он такая большая... Ну, я тут херню снимает. Поклонников, людей, и, получается, мы унижаем и людей этих самых. Ну, и, может, кому-то надо или развлекаловки. Кто-то хочет мозг отключить. Опа, сейчас мы его зажмем. Ха-ха. Че, Ивангай, куда ты поедешь? А, чувачало. Я куда-то выскочил, гад. Ну, давай. Эх, опять мне длины не хватило. Он что, длиннее меня, что ли? Ну, вообще-то да, он на... У него на 10 тысячи больше, поэтому я все никак не могу закальцевать. Не хватает у меня сидения. Ну, надо его подрезать. Ну, давай, Лебак, попробуй меня подрезать. Вот ты кровожадный-то, а? Оставь, набери немножко. Ну, ах, почти. А, с двух-то разомолил. А, ха-ха-ха. Твои развесочки нет у него. Ай! Я не среагировал. Ну, и кто тебя? Ивангай. Я не среагировал в бок. Вот видишь, я сказала, что нельзя недооценивать людей. Да я просто плохо сыграл. Не важно. Сколько раз такие ситуации я выиграл. Да, да, да. А правдивайся тем это. Ну, посчитай, что все-таки у тебя другой чувак. Я просто на нижнего чувака отвлекся и посмотрел на него, который третий снизу шел, и потерял голову этого Нагая. Слушай, признавай свое положение. Я говорю, отвлекся. А, ну что, сейчас? Сейчас доберемся до него. Отомщу. А я в топе. Да, я вижу тебя. Ты радиоактивная, что ли? Да, я радиоактивная. Я бустеры теперь собираю, чтобы заработать конфетки. Ммм, давай я тебе конфетку куплю так. Блин, да что так? Я тебе сегодня в магазине просила птичье молоко купить. А ты говоришь, не надо птичь. А ты не думаешь, что я хочу? Что за птичье молоко? Это какашки, что ли? Очень вкусная. Просто называют из-за воздушной текстуры. Это же лучше, чем шоколад. Опа, классно чувак подставил. Прямо меня ехал. Зачем он по меня ехал? Вот еще один такой тормоз. Хоть бы скорее не нажал. Слушай, хватит оскорблять людей. Ну реально играть не умею. Ну это боты. Наверное, это боты. Слушай, вот ты всегда такой интересный. Боты, не боты. Какая разница? Опа. Есть люди, которые под ботом хорошо себя позиционируют. У них тактика такая игры. Они в самый последний момент показывают свое истинное лицо. Ты как-то это переоцениваешь. Нет, лучше, знаешь, переоценить соперника, чем его недооценить. Вот я недооценил. Сейчас с Мангайем. Надо было не отвлекаться. О, какой-то едет большой, вкусный. Сейчас я его бомбит у него. Ладно, придется назад давать. Меня зажали. А я где оказалась вообще? Я была на окраине. У меня было... Эй, ты меня-то не зажимай там. Да я тебя не зажимаю. Я пытаюсь понять, где я оказалась. Опа, классный его. У него что-то бомбит какой-то имя был. Что-то Максим бомбит, что ли? Он в топе 10 был. Был? Ну сейчас я его радиоактивные остатки его даем, немножко подрасту чуть-чуть. Что-то не радиоактивная змея. Кошмар какой-то. Ну это классно. Ну что классного будет? Опа, какой-то едет ко мне в карман. Мне вообще казалось. Оля, Яна. Что за Оля, Яна с двумя именами. А это какие-то чуваки, они осторожные. Едут вверх, когда обзорность плохая. И врезаются. Слушай, я хочу тут смыриться. Откуда ты? Потому что я на пятом месте уже. Ну ладно, ты едь на окраине. Что ты тут тут? Так я и так вроде бы на окраине. На окраине? Да. Твой Вангай уже на третьем. Сейчас, я специально хочу вырасти и на него найти, отомстить. Все-таки немножко случайно получилось, что он меня подрезал. Ой, да перестань. Ну отвлекся, реально. Посмотрел на нижнего. А на него, боже, что он дернуться хотел. Не глянул. Ну он в тебя не врезался. Значит не все так плохо. У меня немножко отвлекся. Смыслительно. Но это не значит, что лучше меня играет, правильно? Ну не значит, что хуже играет. Да значит. Он играет вообще-то дольше, чем мы. Да, потому что у него ролики на эти были еще до того, как мы начали играть в эту игру. Поэтому нельзя недооценивать людей. Я вот, например, знаю, что, как правило, я уступаю всем мужикам, потому что скорость это не мое, реакция это не мое. Ну вот, поэтому у меня такой даже фигни не будет, что кто-то виноват. Ох, чувак-то у меня влезло, странно, я даже его не подрезал. Я взяла в кольцо радиоактивного. Ой, он ушел. Ну подожди, сейчас радиоактивность кончится у него. Он ушел, не бежевность. А мне пришлось Ешку применить. Ко мне, смотрите, сами заезжают эти боты в кольцо прямо. Влезаются. Где ты видишь потов? Я вижу живых людей, которые уезжают. Так, ну что, я уже многих подрелил. И что, все еще не в топе, что ли? Вон, боты едут. 14-е место, ты не в топе. Не в топе. Ну ладно, сейчас буду. Да я просто, что все уезжают, даже молокососики. Куда уезжают-то? Откуда я знаю, Ешку применяют. Ага, так она, по-моему, уже с 500 очков набираешь, уже Ешка, по-моему, доступна. Ну, отлично. Немного, в общем, на... О, вкусненький. Ну, в плане того, что мне это не нравится. Я так упаду. А я на четвертом. А ты возьми штучку, которая массами уменьшается, бустер, и... Ты такой наивный, а где я тебе найду эту штучку? Так он валяется там, пока на крайних много... Ну, ну, вот найду я ее найду. Ну что, я в топе нашелся еще, блин, а? Вообще-то у меня все бустеры есть. Слушай, ну не всем же быть в топе. Дай мне порадоваться. Нет, в топе должны быть лучшие. Вот здесь произойдет, что ты в топе, а не в топе. Ну, я же лучше играю, признай. Нет, я терпеливая. Я терпеливая. Сейчас, тогда я тебя накажу. Я не император на рожон. Сейчас вас я догоню. Слушай, подписчики скажут, что ты гад после такого. Нет, ну ты не признаешь, что я лучше играю. Нет, я говорю... На тебе можно доказать, что я лучше играю. Я просто играю по-другому. Я терпеливо езжу, набираю очки по максимуму, терплю. А тебе надо хапнуть, урбать, кого-то большого подрезать. У нас разная тактика игры. Не зря же у нас женская и мужская версии. Результат нужно достигать в минимальной сроке. В минимальной сроке это подрезать больших. Слушай, ты в минимальной сроке. Пока я допиралась до четвертого места, ты уже погиб раз в десять. Все относительно. Нет, чтобы порадоваться за успехи такого человека. А он начинает, что я играю лучше это. Вообще-то мы играем с тобой, наверное, примерно одинаково, только по-разному. Ведь не зря же мы вместе все-таки. Не могут совершенно. Два разных человека. Быть вместе. Эх. Кстати, девочки, если вы хотите проверить, сможете ли вы жить со своим парнем вообще по жизни вместе, рука об руку, предлагаю вам поиграть с ним в какую-нибудь онлайн игру. Поверьте, очень много интересного иногда о людях можно узнать. Я, например, сталкивалась с знакомыми своими, которые встречались, когда мы играли в обычную даже настольную игру, монополию и так далее. Который при проигрыше начинал так орать на свою девушку и на всех вообще беситься, чуть ли не раскидывать карту. И его девушка потом наивно только говорила всем, типа, вы ему поддавайте, чтобы он, главное, не проиграл. Ну, да что это за ерунда такая, а? То есть человек не может радоваться, скажем, за свою девушку, которая его обставила. Она ему еще и должна поддаваться по жизни. Кошмар. А что же будет, когда она невкусный ужин ему приготовит? Он ее долбанет кастрюлей по башке. И таких очень много, реально, как на форумах почитаешь. И девушки еще думают, что же делать-то, в чем я виновата? Да ни в чем мы не виноваты. Уходить надо от таких придурков. Или по башке им чем-нибудь дать, чтобы... Я на третьем месте! Я, кстати, в топ вошел, сейчас буду всех вам... А потому что какой-то нечез или нехоз, какой-то сложно-говорящий ник, он исчез. У нас, конечно, топ сверсткий, тебе прям, наверное, покоя он не дает. На первом месте Дима какой-то, которого мы не видели ни разу. На втором Ивангай. И на третьем я. Скажи, хочу всех подрезать, да? Они все не заслуживают своих мест. Давай, подрезай. Везунчик тут какой-то. Везунчик? Ест мою еду, а? Говнюк такой. А он на десятом. Это везунчик. Он тебя обогнал. Кстати, во рту все еще держится в топе. Видимо, у всех возникает... Карис во рту. О, он ко мне едет в этот капканчик. А все, к сожалению, я не смог его зажать. Он выскочил. Как-то он оперативно развернулся. Ну, человек немножко умеет играть. О, неужели ты признал, что кто-то умеет играть? Ну, другой бы тупо врезался в меня и не смог бы развернуться. А я все-таки развернулся. А ты знаешь, есть еще люди, которые умеют кнопочки нажимать. Ага. Это я, конечно, не очень люблю их нажимать. А есть типа тебя, которые вообще их часто нажимают. Даже чаще. А, да, я не знаю. На край уже не искал. Почему ты на край? Ой, я на втором. Сделаю петлю на всякий случай. Я на втором! Вдруг он второй раз захочет. Иван Гаек тут подрезал. Заехать ко мне. Ты на втором? Ага. Иван Гаек исчез, и я поднялась на второй. Ну-ка, видишь, что значит женское терпение? Так потерплю и стану на первом. Если Димочку кто-то подрежет. Опа! Хе-хе, почти. Безунчик, действительно. Вывернул. У меня-то змеяка одна никак не хочет врезаться. Врезаться. Пять. Ну что, мы тебя закольцевали, чувак. Ой, я уже на третьем. Меня обошел какой-то... А, для меня не хватило его закольцевать. Алекс Рей. Вот ведь обидно. Алекс Рей меня обошел, представляешь? Что за Алекс Рей? Откуда я знаю, что за Алекс Рей? Имя какое-то странное. Ну что, чувак, везунчик. Не такой уж ты везунчик, что ли? Давай-давай, петлю ко мне. Хе-хе, узкую. Что там не возвернуться тебе? А, невидимо, сделала говнюк. Везунчик, а? Вот была ешечка. Сейчас попробуем второй заход. Давай в второй раз. А чё, в кольцо ко мне? О, чё такое... О, давай-давай-давай. О, давай-давай. А? Чёрт. Ну чё, по проблему. Опа, чувак, ну как? Опа. Ты тут проедешь? Я чуть не уверен. Стоит тут пытаться проехать. У меня только стопёшка есть. Вот тут, блин. Ты знаешь, у тебя первоначальные признаки шизофрении. У меня? Опа. Е-е-е. Резунчику не повезло. Ты говоришь, что у меня... Вот посмотрите, как он радует. Вот меня подрезал малыш под именем Плеер. Я была... Ими, конечно, уникальное он придумал. Как он до такого догадался? Он тоже чувак... Ну, знаешь, представляешь, какой он счастливый сейчас. Подрезал огромную змею. Жрёт её, вырастет. Зато и получает базу конфеток. О, там какой-то чувак не проскочил. Ещё пятьдесят конфеток за сорок бустеров я получила. Ещё пять конфеток. Слушай, мне нравятся их новые видео. Ох, тут всё врезались, надо съедать быстрее. Ну что, я должен разподняться, я много съел. Так, сейчас посмотрю. Ой, как-то я не поняла. А, это тарифы я зашла. Так, где тут магазин? Ты хочешь купить себе тот бустер, который... Радиацию я хочу посмотреть, может быть, они стали дешевле? Может. Нет, стали такими же. Зато у меня ещё час будет доступен бустер, который увеличивает стартовую длину на тысячу. Это максимально. Чего-то красный выскочил, он не смог это запрецовать. Слишком уж большой диаметр. Может, повторно получится? Он ведь не видит, что я за ним еду. Попробуем повторно. У меня, кстати, есть. О, я поздравляю тебя, это в топе. Придётся использовать, а то я в коричневом мог не это... Не вписаться. Кстати, коричневый сейчас кольцо окажется у меня. Это хорошо. Это очень хорошо. Я, кстати, так смотрю по многим змеям. Обрадовала. Устроила ему непреднамеренный обед. Так, я тут закольцевал и кушаю. Ну, топ, кстати, примерно один и тот же всё время. Да, потому что просто, например, он был и раньше. Первый раз вижу. Так, ну что, я уже на седьмом? Ну, потому что... А ты где? Я уже смотрю... Чё ты не понял? Ты-то где? Ты же в топе была. Ну, вообще-то я тебе сказала ещё пять минут назад, что меня подрезала плеер. Это другой. Меня подрезал малыш. Поел меня, обрадовал. Блин, а чё я туда делаю? Ивангая уже куда-то подрезал. Я хотела ему отомстить. Слушай, я про Ивангая говорила, типа, минут десять назад, что он ушёл. А я как-то это отвлёкся и не заметил. Поспрашиваться, к чему я говорю. Ещё он отвечает главное, но при этом он совершенно не слушает. Это вот чисто мужское. Я боялся, отвлечься. А как вы отвечаете? Я, кстати, знаю, что... Да я логично веду. Да, логично, если я до сих пор не понимала, что ты меня не слушаешь. Это вот чисто мужское. Они вроде бы говорят, но при этом они тебя совершенно не слушают. Как у вас такое получается, я не понимаю. Ну, значит, ты не особо что-то важное мне говорила. Ну, мне, кстати, да, про Ивангая не особо важное говорила. Но то, чтобы его отрезали, тоже не особо важное. Ух, так еда. У меня у отца есть такое свойство тоже. Он может отвечать маме, при этом совершенно её не слушая. Всегда этим восхищалась свойством. Ну, ничего, я, может, ещё раз топ выйду. Ну, и кого ты теперь будешь... Не знаю, мне, может, теперь играть неинтересно. Играть не скидь. Ну, во-первых, ты Диму ещё не подрезал. И даже не гонялся с ним, и даже не находил. А, ну, где-то на крайне, наверное, в центре я его не видел. Но вообще-то у него очки растут очень быстро, к тому сведению. Да? Ага. Сейчас поеду, туда поищу. Вообще-то я была на окраине, на окраине столько змей. Угу. Ну, вверху, что ли? На 12 часа? Опять на 12 часа. Вот, смотри, на 10-м месте Елена стала. На 7-м месте человек с ником ММММ. У него явно снивание, да. Да нет, это, помнишь, была компания... МММ, вообще-то не столько буквально... Пирамиды. Бизончик снова появился в топе. Бизончик? Ну... О, сейчас ежевичку за это. Все, ежевичка готова. Хорошо, что не губная, Чуба. Скушали ежевичку, ягодку. А это, Чубак, куда едешь-то? Я уже сужаюсь, все, готов. Что, тут не доелишь-то? А ты куда, Лисичка? Ты же тут не проскакиваешь. А, проскакивала. Ты на втором. Вредный помешал. А вот ты вредный. Действительно вредный. Лисичка, не зря себе такой ник. Да, совершенно справедливо. Не, ну тут очень многие ники отражают. Вот, например, есть... Опа! Ессс, Лису подрезал. Человечек... Тут и дальше есть. А, есть. С ником Король, Кин. Ну, спрашивается. Мне кажется, у этого человека... Мания величия, да, явно. ...комплекс неполноценности, и на фоне него мания величия. Потому что... Смешно. Ребят, если вы хотите, чтобы над вами смеялись, обязательно придумайте какой-нибудь такой ник. Поверьте, очень многие смеются. Ну, это лучше, чем, например... Чем какашка, там, какая-нибудь, да. Или, помните, что игра же срань, там. Вот какой-то ксин есть. Я не знаю, что это значит. Кстати, заметьте, у нас топ очень, так, это... Наголи... О, ой, обрезался! Ха-ха-ха. Ну, что, может, хватит на сегодня? Ну, на задание, как раз, смотри, что там получить. Он может награду максимально на 10 тысяч, 20 конфет получил. Убить 20 червей, 20 конфет получил. Собрать бустеры. Награда получена. И еще там первое место, первому десятке лучших. Ну, ты юморист. Зачем ты взял бустеры, если это, там, награды? Ну, да, прибавилось конфет, стало 885. Ты взял везде только конфеты или бустеры? Я все дал. Я вот на 28 месте, а ты хочешь, чтобы я закончила. Ну, закончила? Ну, давай еще чуть-чуть, последний раз. Как ты умираешь, поэтому заканчиваем. Да. Но вы не начинай уже. Я не буду ничего нового. Хотя, пока ты не умрешь, я раз 20 начну. О, или Елена на третьем месте. А я вот считаю, у нас тут Елена, Алина в топе 10. Восьмое место просто я. Непонятно, что за я. Что он? Да. Стратег, скорее всего, мужик. Король, кстати, король-то нехилый, он уже на втором месте. Может, человек назвался... У меня вот Василиса. Где Василиса? Он ползает. Ааа. Ну, не в топе, правда, еще. Девятое место нуб. Это, по-моему, так называют себя в игре очень отсталые люди. Не знаю, зачем. О, на 10 месте Саша. Он делает вид, что он нуб, и чтобы его как бы все пытались легко подрезать, а он потом бац и покажет свой лицо. Ну, в пятом месте появилась Зая Злица. Девочек очень много, и они все в топ-3. То есть Елена, Алина. А Алина подрезала кто-то. Какой пашмар. Зато в топе есть Саша и Елена. Представляешь? Ну, это мы с тобой. Да, только они так себя назвались. Мы с Жукоми и Евриком. А, ну да, мы здесь подписываем. Ой, у меня кто-то из команды этого, Мамонтова. Где-то рядом со мной. Что за человек? А, Юля. Ну, Юля, ты не будешь топить. Я мы тебя не рады. Мне пришлось убежечку, иначе я врезался в этого бота. Было позорно погибнуть, конечно. Да, как бы тебя подписчики восприняли. О, Дед Мороз, ты куда? Не, ну, последний раз я играл так неплохо. Вот в конце чуть-чуть. Как-то расслабился. Ну да, я тоже один раз топит даже была. Ничего, я вам не догоню. Надо полетиться. Чак, надо ближе к центру. О, можно покушать. Кстати, сверху там тоже еда была. Ну, эту еду никто не будет. Сейчас поеду, может, там еще осталось сверху что-нибудь? Гляну-ка. Нет, уже все сожрали. Хотя вот тут появились еще. Боты еду, сейчас, значит, будут трупы на виду. Кошу, я шухеру, пожалуй. А мы с Даришей гоняемся. С Даришей. Я знаю, Дарина. Плиты такие есть. Вообще-то, плиты есть, и имя есть женское. Да, это Дарья, наверное, какая-то ласкательная. Нет, Дарина, прям так вот называют. Ты думаешь, плиты назвали их через кого? Ну, еще есть девушка, которая готовит супер вкус. Дарина-мандарина. Ну вот, я тут неплохо покушал. Ну, ты молодец. Сейчас я уже в топе скоро буду, еще тысячу, и все. У-у-у, у меня тут такая куча мала. Ну, чуваки, трупки. Оп, чувак, ты куда ехал, интересно. Опа, потрясаю, потрясаю, герой, автоматик. Я думаю, врежут меня. Если нету бинокля, сложно успеть вывернуть. О, он от кого-то другого врезался. Все, хорошо. О, сколько тут уже фастиков. Опа, я как резково там проскатил-то. Опа, надо тут вот подъезд еще и доставать. У меня что-то змеи нет. А, ко мне езжай, у меня тут прилично. А, и сразу сыграю в ящик, да? Да. Ты на седьмом месте пострадаешься. Или сразу топ выйдешь. А я на шестнадцатом. Да, и выйду на тридцать секунд, даже на пять, и сразу же исчезну. Ну что, я уже в топе? Да, ты уже на седьмом. Слушай, ты вообще сегодня не слышишь или нет? Быстрые, да, в топе прямо так и вышло? По-моему, ты сегодня не слышишь. Слабые герки, по-моему, остались. А, хотя у меня, смотри, джи Дима, поеду-ка я его искать на окраине, наверняка, где-то. Вот, мне кажется, на двух часах. У него прямо сто пятьдесят семь тысяч. Мне как-то, если я убью и съем хотя бы половину от того, что он есть, там, что-то процентное, то я так сразу хорошенько... Ты вообще очень любишь команду. Все, ладно, это не та команда, это любители точки джи команды. А, да, точно, точно. Хайду-ка я на два часа посмотрю, может, это они там тусуются. Как раз на мне навстречу едет какой-то чувак. Вот он. Нет, это какой-то не крутой. А, зелененький тоже не крутой. А мы сейчас зажмем у зеленого, я сейчас зажму его. Кто раньше с корончиком кончился раньше? А, черт, не хватило. А, вот здесь зажать? А, вот здесь мы тебя зажмем. Блин, я врезалась в бота. Ой, какая же я дурочка-то. О, Кинг. А Кинг какого-то у меня есть? На втором надо за Кингом, наверное, в первую очередь погонять. Ну что, Кинг, ты куда пошел-то? Что, мы тебя не догоним, что ли? Я же сказала. Ах, у него тут петля. Какой раз успею начать, а ты пока погибнешь. Так, ну что, попробуем петлю ему сделать. Типа, я передумал за ними, а он сейчас за мной поедет. За мной поедешь? А я вот тут, хопа, и вот тут такую петлю. Опа! Нет, надо было побольше петлю сделать. Обидно, не получилось. Ну что, еще раз попытаемся. Как тигр, что ли? Да. А, я родилась рядом с вами. Ну что, попробую я его еще разочек обмануть. Бошире сделаю в этот раз, вот я. Бошире задаю. Ты куда, не поехал ко мне в ловушку, что ли? Ой, на десятом месте покорми кота. Представляешь, какой заботливый. Видимо, чтобы не забыть. Это, наверное, какая-то девушка играет. Назвала я, чтобы... Наверное, чтобы не забыть. Разве день кормила, и сейчас заиграю всю ночь, и кот голодный будет. Ну правда, кто-то подрезал быстрый его. Зато кто-то говорит, что семнадцатый год рулит. Чего, попробуй с другой стороны. Да я вам и сказала, учитывая, что у меня вся семья разболелась, и я разболелась. Что-то как-то не похоже, что... Видимо, год будет тяжелый. Ну как тебе сказать? Как встретишь год, так и проведешь. Он вообще-то еще не начался. Семнадцатый год уже не начался. Семнадцатый год уже не начался. Семнадцатый год уже не начался. Ну ты прям этого не пила. Новый год начинается по лунному календарю. Это по восточному Новому году. Он в конце января наступит и вступит в свои права петух. А сейчас у нас еще эта обезьяна сумасшедшая, которая целый год была, она все еще идет. Поэтому я люблю восточный Новый год. Ты что, чувак, как ты мог закульцевать-то, а? Что, ему у тебя надо было спросить? Ну, конечно. Мелкого закульцевать, но я большого бы закульцевал. Ну, слушай, если этот Кинг, он здесь, значит, этот... Дима, ты не здесь. Как не здесь? Ну, где-то в другом месте на карте. Обязательно. Ну, он бы уже проявился. Значит, надо ехать вниз, наверное, на пять часов. Слушай, это хотя бы Кинга вначале сделала. Ну, Кинга попробую, попробую сейчас, конечно. Дима пережил всех. Кинг, у него какая-то мания величия, наверное, все-таки, да? Да не обязательно. Может быть, человек просто себя показывает, что он хорошо играет. Сейчас до конца карты-то едем. Нет, он это вернул. Он пытается какие-то хитрые маневры сделать, что ли? Он хорошо играет. А если я такие же маневры попробую сделать? Ты как, чувак, купишься у них? Вот так я тоже сделаю. Нет, не купишься. Он мог бы и купиться. Ну, потому что, наверное, он хорошо играет. Поэтому он себя Кингом и обозвал. Ну, да. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это точно. Мне кажется, Диме больше хочется. Потому что я... Хотеть не вредно, время не хватит. Сразу больше, если я побежу, то... Сразу больше еды гораздо получше. И шанс в тебя... Ну, я уже второй раз. Чего второй раз? Ну, начинаю третий раз. Я же сказала, раз в 10 начну. Не, ну этот раз я точно последний. Сейчас как если у него мылки... Ну, конечно, последний. А то у нас... Ты смотри, девятое место тебя пародирует. У тебя фанат появился. Жук. Аня там. Восьмое он уже место. О, жук какой. Хитрющий. Прям жук. Ну, пусть карит наш канал. Я поздравляю тебя с первым фанатом. Да. Ну, правильно, жук. Два жука в топе. Людям станет интересно, что за жук такой. Ну, вообще, конечно, это у нас комплекс раздутого эго. Чебрика может просто любить всяких жучков, паучков. Не знаю, это психика ненормальная. Почему? Я знаю. Люди любят там кашкошек, собачьи. Ну, жуков так любили. Нет, я знала таких людей. Такого тесно говоря нет. Но вообще-то их можно уважать. Потому что они такие же старинные, как динозавры. Они, по-моему, вообще раньше существовали, чем даже люди. Жучки, паучки. Кстати, короля скинул ксин. Да нет, он рядом едет. Нет, ксин скинул. Куда скинул-то? Он был на втором месте, сейчас на третьем месте. А ты вообще на пятом месте. Я пытаюсь догнать вот этого кинга, но пока что-то безуспешно. Как обычно. А жук на десятом. Ну что, кинг, давай через центр. Там у тебя вероятность высока, что кто-то... О, куда ты поедешь, чувак? Ха-ха, кинг готов. У него, видно, ешечки не было. Все, сейчас я его доедаю. Здорово ты? А, нет, у меня как-то другой желтый. А, он такой странный. Хоть бы остановился, подумал, стопечку нажал. Странно, как-то он сыграл, честно. Может, человек в туалет убежал. Он же видел, что его зажимается. В туалет убежал. Это, по-моему, год ей какой-то. Потому что по одной траектории никуда не сворачивается. Я не вижу, кто там у тебя едет. О, чувак. Не веришься меня, нет? Ну, держитесь. У тебя смешной ник, чувак. А, испугался, да? Что, надо этого бота убить, который желтый ехал по прямой-то. А, он сам у меня влезет. Ну, точно, человек просто устал, наверное, ушел кушать или еще чего. Да, я с тобой согласен. И, понимаешь, этот человек, наверное, обидно, что он в него влезался. Даже не в живого игрока. Но я там в борьбе проиграл. Не среагировал. А тут так смешно получилось. Я, кстати, на третье поднялся. Ну что, я поеду тогда. А где этот, как ты думаешь, Дима-то, Джи Дима? Я, да, но я всегда ошибаюсь. Дима-любитель точки Джиш. Я думаю, он там где часов 10. Там какие-то странные есть точки. Вообще, непонятно, куда сейчас мне ехать. Но я попробую сейчас сначала съезжу на 4 часа. А потом, если нет, то поеду на 9. И если есть нет, то на 11. Ну, вообще-то ничего страшного здесь нет. У меня вот, например, в игре Music Wars группа называется «Стервочки». А у меня примерно в процентах 80 всего состава мужчины. Их нормально прикалывает это. Правда, если какие-то другие игроки называют, типа, что в группе с таким названием женским, я говорю, а что вы хотите? О, есть, Дима, зажимаем! Ха-ха, Дима, куда ты поешь-то? Чебачела! Господи, ты такой радостный, а? Ты хоть здесь же вы свои... Ну, давай, ты стой, я с этой его зажму. Ты когда... Желтый какой-то еще. Чуть-чуть не зажали Диму. Он, по-моему, стопэшечку нажал и развернулся, и выехал. Но у меня, правда, зрение кончилось. Это сейчас опасно. Без бинокля-то гоняться. Сейчас можно резкий маневр и не увидеть его. Ай, я просыпаю. Надо хорошо издели смотреть. Издели ты не посмотришь. Я обрезала. Только меня не подрезай сейчас, Леночка! Я не буду. Ой, ладно, все. На моей прям в траектории стоишь. Я породилась здесь. Я врезалась? Ну, я хотя бы нашел этого Диму, теперь знаю. Это который синий, что ли? Он тоже такой же, как я, белый. Да? Да. А кто-то за синий рядом с вами ездит? Не знаю, а что за синий? Где он едет? Не знаю, под тобой получается. Да? Подо мной, значит, пытается тоже догнать. Не знаю. Ну, ладно. У меня вот, конечно, очки нужны. Ну, выглядит он как дистрофик. Ну, тоненький, да? Ну, такого мне не страшно. Ну, толще меня. О, представляешь, этот козел розового бота закольцевал. Вот это, Дима. Это же позор. Какая алья сильная. Уже на четвертый, уже на танечку. Закольцевать розового бота, это же, я считаю, для лидера как-то это позорно. Ну, что это? Если еда сама проплывает мимо, почему бы не перекусить? О, зрение взял. Ну, все, теперь я... А, что, я его закружил, что ли, уже? Почти закружил. Нет, он как-то выскочил. А жук уже на синем. Это мой хвост или не мой? Вот это, интересно, мой хвост или хвост? Лучше остерегайся его. Я вот не пойму никак. Че это хвост? Остерегайся. Ладно, надеюсь, что это мой. Ты все время живешь. Походу, мой. Я, походу, их двоих, этого Дима, и еще желтого одновременно зажал. Ну, я круто сделал. Вот, я красавчик. Ханя, точно? Я сразу двоих закольцевал. Остерегайся этого с ними. Ну, у них какая-то ешечки в них есть. Ешечки, наверное, сейчас выезжают. То, что они есть, не факт, что они применят. Ты на втором поздравляешь. Да вот я их закольцевал. Че они не выезжают, неужели у них ешечки нет? Может, они ждут... Может, ты врежешься... В кого? ...кого-нибудь из них отравлюсь. Ну, ну, что-то. Такое бывает иногда. А жук-то это у нас, наверное... Точно, он теснится, боится, что его сейчас это закольцевать. Он хочет, чтобы ты припутал на его цвет. Не, а он радиоактивный, он идиот. Он идиот сам это. Да, но только потом. Что, я говорю, он врезался? Все, я его доедаю. Короче, этого точку G любителя точки G Дима я убил. Осталось желтый, он тут тоже какой-то радиоактивный крутится. Видно, у него тоже ешечки нет. Что-то сопротивляется. Я встал на первом месте. Ну, наконец, хоть не позорно видео выжать на YouTube. А то все... Отлично. Играл, играл, на первом месте нигде не было. Ты получишь какие-то дополнительные конфетки за первом месте. Ты там продержись немножко, порекламируй каналчик мой. Хорошо. Сейчас я ушел до кольца. У меня всегда количество подписчиков. Кстати, такой способ. Наоборот, надо расширять траекторию, тогда внутреннее кольцо еще сильнее зажимается. И ему быстрее погибнет. А вот теперь еще чуть-чуть подрежим. А это все на автомате уже делается легко. Ой. Вот заметили, да? Как только достиг каких-то успехов, сразу начинают. Ну, конечно, приятно. Приятно, приятно, приятно. Не видимо это скинуть. Приятно скинуть, видите. Вот любишь-то учить. Прямо ваше. Все, ау, не видимо, с него накопилось. Ну, ладно, ничего страшного. Главное, что первое место я скинул. Мы, короче, весток порвали. Да. Стали какие-то непонятные люди. На шестом месте непонятный жук. Угу. Пусть уклонирует наш канал. Да ладно тебе. Он же просто жук. Ну что, вот этого желтого убивания хватит, наверное. Ну не убивай, а подрезай. Подрезай. О, чувак. А, он увидел край карты. Черт, корову не могу. А, ты зря там поехал, чувачела. Ну мне корова не дается, представляешь? Ты там зря хотела поехать. Корова не дается? В каком плане? Молоко не дает тебе? На гамбургер ее пустить не могу. А это какой-то у него, кстати, ник странный. Такая галочка-тире и галочка. Очень странный. Это какая-то аббивиатура, я не понял. На третьем месте стал Кэт. А, все, он готов. Ему здесь не проехать. Ну все, я его тоже убил. Спасибо, поздравляю. Он совершил ошибку. Рядом со мной большой коричневый звук. Да, а как его зовут? Не знаю, я вижу только его тельце. Где-то очки были. Сейчас подъеду. Остальное я пока не вижу. Ну что, все, уже играть неинтересно. О, тебе боже мой. А ты удержи. Да ладно, что, играть не с кем вообще. Не важно. О, едет коричневый ко мне. Тебя догоняй. Осторожно. О, он тебя подрезал. Я сейчас отопщу. Тебя догоняет Аня. Анастейша. Анастейша. Слово анастезист, что ли? Или певица такая есть. Могла по-английски написать. Что в русский написал? Все, я Анастейшу подрезала. Она немножко близко прижалась слишком ко мне. И Анастейшу не стала. Чувак, ты куда? Это моя еда. Эй, чувак, оставь. Это моя. Вот козел, а. Сейчас я тебе закольцую за это. Как ты так посмел это сделать, а? Все, получил, чувак. Нефиг было есть. Это моя была еда. Ты его всем наказал? Ну, наглый. Я подрезала настоящую. А он взял и начал ее кушать. Ну, это же игра. Ты сам подрежь, а потом уже... Кто быстрее, тот и сытнее. Знаешь, есть такая пословица. Большая семья клювом не щелкает. Нет, так не честно. Сам подрезает чужое. Это тоже как большая семья. Нефиг воровать чужое. Слушай, ну ты вспомни. Мама всегда, например, готовит, а почему-то съедают члены семьи. И мама, как правило, остается у голова. Ну, я ему не маму, извини. Не знаю. Я вообще не знаю, что за чувак. Ты на первом месте. Но он твоими какашками питается, растет на них. Поэтому получается, ты какая-то суррогатная мама ему. Плэр какой-то. Говноед он? Моя какашка воспитающая. Слушай, мы все тут с тобой говноеды. Поэтому не надо траля-ля. Ну что, у меня уже 50 тысяч. Ну, крутяк. А мы за какие будем играть? Я так могу долго вести здесь. Ну, это, посмотрим. А, ты сейчас подрежешься. Да ладно уже, мне кажется. Я не верю, не верю. Ты у нас не умеешь сохранять долго свое превосходство. Ты расслабляешься, начинаешь рисковать. Иди в центр, например. Раз тебе это, жить надоело. Я встретила с наглой коровой. Че не наглая? Чит, сит, хрит, ф5. Ну да, чит. Если ф5 нажмешь, у тебя перезагрузится браузер. То есть, естественно, ты из игры выпадешь. Хитилар-бомер. Многие же не знают. А, ну правильно, чит. Чит. Он просто написал безграмотно. Типа какой-то там... Он тебе думает, что ты сейчас... Да, да, да. Ну, видишь, нажмешь F5. Чтобы получить какой-то... Так, ну че, где тут? Куда он? Ускакал-то. Мы будем играть, пока я на втором месте не стану. Да ну, мы так будем до утра играть, и что? Ну, ты же мечтал, чтобы мы были с тобой на лошаде. Давай тебе свою мушку отдам лучше. А я за тебя. А сразу за 10 минут я выйду за тебя на второе. Не надо. А я прикончусь. Че значит, ты прикончишься? Ай, хепарас, это меня какой-то нар-хар-фар подрезал. Я еду в центр, чтобы там пошухерить. Отлично. Потому что если я погиб, мне не жалко, мне уже неинтересно играть. Да. Или Аню найти шлют эту, че за Аня? Ты только реперацию, пожалуйста, вначале сбрось. Да, кончится скоро, да. Чтобы люди могли тебя хотя бы поесть и обрадоваться. Поехал в центр. Синий, желтый, ты куда? А у меня он такой большой, кажется, желтый. Слушай, ты не можешь ехать по прямой, а? Куда по прямой? Ну ты едешь... Тут я объезжаю тут всякие змеи, ползи. Я же не могу сквозь них проехать. У меня, конечно, есть ешечка, но я в последний момент ее применю. Просто я объезжаю тебя и получается как бы... Ну вот у меня нигде не скончилось, поэтому я сейчас... Ну я где-то доказала, где змеи уже хотела. Ну, какое-то странное, чего взял и покончил с собой. Ничего тут такого странного. Покончил и покончил. Не захотелось ему играть. Вот эти боты запрограммированы, что они приезжают на еду. Да, потому что я все время замечала, если ты кого-то случайно делаешь, сразу со всех сторон к тебе болты тянутся. Человеки, а зачем вы ко мне заехали? Это я же у вас все спецслуживаюся. Ну, что ты так думаешь? А они, может, думают, что мы тебя подрежем. Я на 23-м. Да? Да, я в топе 30. Ну, может, куда-нибудь в трое выйдешь. Что тут, уровень игроков очень слабый. Мне кажется, карта уже закрылась. Саш, опять ты начинаешь. Ну, не знаю, играть, как это не интересно. Конечно, тебе больше не с кем гоняться, якобы, и все. Самое сложное, не достичь результата, а удержать его. Я вот спокойно в центре сижу, даже без бинокля. Особо никак. А, это ты, я уже думаю, какой вкусный коричневый. Хочу сказать, что это не центр. Не центр? Угу. Я не доехала до центра, а ты здесь. Значит, ты не в центре. Мне кажется, я у тебя в кольце, да? Нет. Нет? Не в кольце? Да нет. Че? Серый, это я подрезал. А че ты ешь, малюсенький? Вот они такие наглые. Да, малюсенькие, такие наглые вообще. Никакого уважения к старшим лет. Ой, у нас на третьем месте пёс. И пельмеха. Представляешь? Человечек кушать, видимо, хочет очень сильно. Осторожнее, меня не врежься. Да, я тут Ивангая уже по-русски тут написано. Это фанат. Подрезал. Это уже фанат. Мне кажется, просто Ивангай предплачивает кому-то, каким-то игрокам, какую-то копеечку, чтобы они под его именем ездили. Типа пиарит себя, мне кажется. Слушай, зачем им это делать? Ну, как бы себя рекламируют. Зачем Coca-Cola рекламируют по телевизору, там, Pepsi и так далее. Бренд себе рекламируют, чтобы люди покупали. Но хоть сознание запоминалось. У него бренд немножко другой. Yo-Yo One Gay. Чё? Ты единственный парень, Yo-Yo. Меня кто-то окружает. Или это ты меня? Это я, наверное. Я тебя не окружал, я просто красного какого-то хотел скупать. Ты там сбоку осталась вроде. А я на 11. Может быть. Я даже в топ. Ну, давай-давай, а то я прямо уже за... Надоел уже играть. Хочется пойти чаю попить. Чай, это хорошо, да. Я с тобой согласна. Я малинку свою допила. Мне так хорошо, теперь от неё кайфово. О, какой-то красный. Ох, сколько вас, ребят. Я вас покушаю чуть-чуть тут. А этого пока кушай за кольцо. Что-то у меня игра стала. О, какой-то босса, я в какого-то босса вряду. Подрезал. Я зря поехал. Еле проскатил. Куда полезно. И здесь вот, придётся ешечку нажимать. А я в топе. Ну, наконец-то. А давай я сейчас буду всех, кто в топе выкидывает из топа, тогда ты быстрее поднимешься. Ну, можно, да. По крайней мере, у тебя смысл игры появится. Вон даже Мирочка у нас эта храпанула. Согласна она с этим. И не обгоняет перемеха. Вкусно, Мик. Ну, пельмень как-то непонятно звучит. Вот пельмень. А-а-а, всё. Меня доедает снежок. Да, я была на десятом месте. Ну, всё, или ты хочешь... Ну, меня бы не убили до сих пор. Я прям в центре. Ну, ладно, тогда я буду ещё пытаться. Не, ну, я попадаю на карту с тобой. Значит, карту не закрыли. А, да, тогда непонятно. Блин, ну, уже 66 тысяч. Сколько? Сто набрать, что ли? Вообще-то у Димы было по 170. Ну, подожди. Вон снежок, например, сильный. Может, какие-то подключатся приличные игроки-то, а? Снежок. Да, чего снежок? Ну, он за последние пять минут в топе появился. До этого не было в топе. Пицца. Такая маленькая, как нравится мне. Ой, пицца. Слушай, я хочу пиццу гавайскую. Давай закажем гавайскую пиццу. У нас есть овощи гавайские. Да, овощи немножко. Более полезная еда. Жалко, что наше любимое кафе по шашлыку не доставляет пиццу. Мы их пытались всё развести, пиццу. Они не хотят. Было бы прикольно. Шашлык и пицца. На всех. Ну, в эту игру, да, надо играть, чтобы Бог сразу чайник с тобой рядышком чай завёл. И туалет. Тут рядом хек. Хек? Это рыба такая. Я надеюсь, что он знает, что это рыба. Ой, на восьмом месте гав-гав-гав. Кстати, жука кто-то вырезал. Кто-то прибил жука. Какой кошмар. Ой. Там серый пытается меня окружить. А я его в кольцо тоже возьму сейчас. Серый пошёл. Гав-гава тоже выбил. Меня только не подрезай. Я не буду я тебе подрезать. А, чёрт, зелёный помешал взять серого в кольцо. Слушай, сегодня какой-то собачий топ. Пёс, гав-гав. Может успею? Нет, он вверх пошёл. Эх. Немножко зависит. Какой-то там и человек входит. Эх, чёрт, меня корова подрезала. А шлагбаум меня съел. А шлагбаум меня съел? Да, я не знаю. Да, я не говорю. Звучит необычно. Да, человек отличился. Это необычно у них, я с тобой согласна. Ой, фу. У меня только стоп-шка есть. Ничего. Ох, там справа кто-то погиб огромный. Ой, мне бы туда сейчас пожирать. А, не получается. Опа, от этого съем. Отлично. Ой, у меня мандаринка тут. Мандаринка? Ага. Апельсинки нету? Нет. Малка. У меня правда всё зависает. Змеи едут сами по себе. Реально, нормально. Кто-то хочет. Ну что, коричневый, ты куда? А я подрезала с Новым Годом. А, нет. Ну что за человек, уже 4 дня прошло, он только с Новым Годом. Ну поздравляет, опоздал, да, чувак. Уже скоро сожидается, вам надо поздравлять. Ну, потом я не помню, какие-то ещё Новые Годы есть. У меня 70 тысяч уже. Ну сколько ж можно-то? Уже, честно, надоело. Где все конкуренции? Слушай, эти мамонтовы и прочие, они сидят, например, вместе и как-то это, сидят там. А, представляешь, мамонтов тогда миллион набрал. Ой, ну вообще целый день я сидел, не кушай, не пия, не в туалет не сходить, ничего. Ну, терпение учился. Это, конечно, перебор. Ну что это за игроки? Вот берут и сами в него врезаются. Ну что это такое? А что, не дали? О, всё, я погиб. Ну всё, слава богу, наконец-то, уже ладоело. А я на 32-й. Ну-ка, посмотрю задание, что там мне дали ещё. А, вон, максимальная длина, 15 тысяч я забрал. А, не буду забирать у меня, потому что бустер дадут на 2 часа. А я на 2 часа вот заберу. Награду 50, собрать бустеры. А это что такое? Десятки лучше награда 30 мэ. А что такое 30 мэ? Да, я тоже. Непонятно. Что такое? 30 минут тебе даётся премиум аккаунт. А, премиум аккаунт? Да, я же читала при нём энциклопедии. Он тебе позволяет... Ну что, ладно, заканчиваем мы сегодня. ...и рекламу не смотреть, ещё что-то делать, да. Хорошо. Прикольный. Всем, короче, пока. Новое введение классное, нам оно понравилось. Да, да, да. Вот. И лучше играйте в команде, вступайте в какие-нибудь клады, так веселее. Если хотите к нам присоединяйтесь, ссылочка будет под видео. Пока-пока.